На прием к главе Игорь Богданов пришел с коллективной просьбой. Во время недавних дождей несколько домов хутора Чембурка оказались под угрозой подтопления. Благодаря оперативным действиям городских служб, чрезвычайной ситуации удалось избежать. Однако местные жители попросили поднять уровень дороги по улице Озерной. Таким образом, она станет естественной дамбой и защитит домовладение от возможного паводка. Продлим мы это все, продлим и приподнимем дорогу. Дело в том, что так просто ее не поднимешь, чтобы вода не подходила. Какая разница, то уже вы гравий положите, она сквозь гравий будет идти. Я не спешу сейчас, конечно. Пока не высохнет там все, Сергей Сергеевич в курсе. Мы это обсуждали уже все, это уже известно все. Жители дома 121 по улице Таманской пришли с жалобой на управляющую компанию. Здесь требуют погасить долг за отопление и горячую воду. На сегодняшний день он составляет 9 месяцев. Сумма для многих неподъемная, а сейчас она увеличивается за счет пени. Управляющая же компания на неплатильщиков подала в суд. Вот сейчас задолженность города, я вам скажу, складывается в районе 70 миллионов, потому что 30 процентов, вот 30, здесь просто не проживают, а квартиры отапливаются, платить некому, они платят. Вы там где-то что-то недоплачиваете. Вот что нам делать, объясним городу? Однако и управляющим компаниям глава города настоятельно рекомендовал лучше работать с жильцами. Не только требовать, но и объяснять платильщикам их права и обязанности. Таким образом, удастся избежать конфликтных ситуаций. А разбирательство в судебном порядке должно стать самым крайним вариантом решения возникающих вопросов. Юрий Поляков поручил специалистам ЖКХ контролировать этот процесс и во встречах жителей с представителями управляющих компаний принимать личное участие. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа-регион.